Если вы приехали в Польшу на своем авто, то самое главное, о чем вы должны помнить – это страховка. Согласно польскому законодательству, все автомобили обязательно должны быть застрахованы. Поэтому, планируя поездку в Польшу, необходимо купить зеленую карту – Green Card. Простыми словами, зеленая карта – страховка, действующая на территории более 40 стран Европы и Азии. Если срок действия зеленой карты истек, а вы находитесь на территории Польши, обязательно нужно приобрести польскую страховку. Для автомобилей на зарубежной регистрации польские страховые компании предлагают соответствующий полис. Чтобы приобрести страховку, необходимо предоставить загранпаспорт, техпаспорт на авто, а также указать польский номер телефона и адрес Польши. За отсутствие страховки предусмотрены большие штрафы. Размер штрафа зависит от количества дней просрочки страхового полиса. Например, просрочка от 1 до 3 дней – штраф 1200 злотых, максимальная сумма – 6020 злотых, за отсутствие страхового полиса – более 14 дней. Что касается водительских прав, то согласно требованиям польского законодательства, иностранец, находящийся на территории Польши более 185 дней, обязан поменять национальные водительские права на польские. Многие иностранцы годами не меняют права на польские, но нужно помнить, что в случае ДТП страховая компания может отказать в компенсации из-за недействительных прав. Чтобы заменить национальное водительское удостоверение на польское, нужно обратиться в Ужонд по месту жительства и предоставить такие документы. Заявление на обмен водительского удостоверения. Фото 3,5х4,5 см. Удостоверение личности за грандпаспорт. Копию документа, подтверждающего право на законное пребывание на территории Польши. Виза, карта побыта. Прописку. Если прописка отсутствует, необходимо уточнить в Ужонде, какой документ предоставить. Национальное водительское удостоверение и его копию. Если в удостоверении нет транскрипции данных латиницей, придется сделать присяжный перевод. И квитанцию об оплате сборов. Около 100 злотых. Срок изготовления водительского удостоверения официально максимум месяц, но на практике процесс может затянуться на 2 и более месяца. При замене водительских прав на польские, национальное удостоверение необходимо сдать в Ужонд. Когда права будут готовы, должно прийти СМС-сообщение. Проверить готовность документа можно на веб-сайте, ссылку на который вы найдете в описании этого видео. На время ожидания иностранцу выдаются временные права. Документ, подтверждающий факт предоставления прав на замену. Информацию для вас подготовил сервис быстрых и надежных денежных переводов TransferGo. Чтобы сделать перевод, перейдите по ссылке в описании этого видео. Если это видео было полезным для вас, буду благодарна за ваш лайк. Подписывайтесь на наш канал, и вы сможете быстро найти нужную вам информацию. Продолжение следует... Продолжение следует...